добрый день дорогие рукодельницы я рада приветствовать вас на канале вяжем красиво и сегодня вашему вниманию я предлагаю связать шапочку ажурную шапка будет в стиле бенни на девочку на возраст 5-6 лет на объем головы 52 сантиметра для этого нам с вами понадобятся спицы у меня спицы номер два с половиной и сама пряжа я остановилась на пряжи софти по германской технологии состав пряжи у меня такой 45 процентов шерсти и 50 процентов 55 процентов шелка вязать я буду в две нитки чтобы шапочка была поплотнее и так мы с вами набираем на спицы 56 петель любым удобным для вас способом итак меня две нити 56 петелек я буду набирать самым простым обычным способом один два три четыре пять шесть восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать трип в три шесть шсят четыре пять двадцать шесть двадцать четыре пять двадцать шесть двадцатьanten свет 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Мы набираем 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 спицу вынимаем и далее мы с вами будем вязать вот по этой схеме и так вяжем первый ряд я вам немножко прокомментирую а потом уже буду показывать непосредственно на спицах и так первая кромочная петля дальше 2 изнаночных петли 8 лицевых после этого пойдет раппорт который будет повторяться 6 раз 2 изнанки 5 лицевых 2 изнанки 5 лицевых и так далее и в конце 2 изнаночных и кромочную кромочную мы будем провязывать в конце ряда изнанкой а в начале ряда просто ее снимать и так теперь непосредственно как это будет выглядеть так первую спицу первую петельку мы снимаем и так первый ряд мы с вами первую петельку снимаем кромочная дальше 2 изнаночных 1 2 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 8 лицевых после этого идет раппорт у нас 6 раз мы его будем повторять 2 изнаночных 2 изнаночных 5 лицевых 1 2 3 4 5 2 раппорт опять 2 изнаночных 5 лицевых 1 2 3 4 5 4 раппорт 1 2 изнаночных 5 лицевых 1 2 3 4 5 4 раппорт 1 2 изнаночных 5 лицевых 1 2 3 4 5 лицевых 1 2 3 4 5 6 раппорт 2 изнаночных 5 лицевых 1 2 3 4 5 6 раппорт 2 изнаночных 5 лицевых 1 2 3 4 5 и заканчиваем ряд двумя изнаночными и кромочную тоже провязываем изнанкой второй ряд мы вяжем так как смотрят петли первую петельку кромочную снимаем а дальше вяжем все по рисунку 2 лицевых те которые были лицевыми стали изнаночными значит соответственно 5 изнанки 5 2 лицевых 5 изнаночными значит соответственно 5 изнанки 5 2 лицевых 5 изнаночных и так до конца ряда и последнюю петельку во втором ряду мы провязываем кромочную тоже изнанкой для вязания 3 ряда нам с нами с вами понадобится дополнительная спица для перекрещивания петель и так переходим к третьему ряду третий ряд мы будем вязать по следующей схеме 1 будет у нас кромочная затем мы провяжем 2 изнаночных петельки потом мы возьмем дополнительную спицу и будем перекрещивать петли 2 петли с ними мы оставим за работой на дополнительной спице 2 петли провяжем лицевой затем провяжем двумя лицевыми 2 снятые петли после этого мы следующие 2 петли снимем и оставим перед работой провяжем 2 петли лицевыми и после этих двух петель еще 2 снятые петли лицевыми петлями и так у вас ведь пойдет перекрест двух петель вправо и влево после этого мы перейдем к рапорту который будет провязываться следующим образом первые две петли изнанкой затем на 2 вместе провяжем лицевой спицу будем вводить слева направо я покажу как это делается накид 1 лицевая накид затем 2 вместе лицевой справа налево и на этом раппорт у нас закончится вот все что у меня в скобочках вот начиная отсюда и до сюда мы будем провязывать 6 раз и закончим мы ряда двумя изнаночными петли петлями и кромочной и так начинаем вязать первая петелька кромочная после этого 2 изнаночных берем дополнительную спицу снимаем на нее 2 петельки и оставляем за работой провязываем следующие 2 петли лицевой 1 2 провязываем в дополнительные спицы 2 петли вместе мы с вами перекрестили две петли как по вправо теперь нам надо перекрестить также 2 петельки влево я здесь вот не отразила в схеме но сейчас вам покажу как это сделать 2 петли оставляем перед работой провязываем 2 петли лицевой затем 2 петли с дополнительной спицы видите эти две петельки мы с вами перекрестили влево после этого переходим к рапортом к нашим 2 изнаночных раз-два 2 вместе лицевой будем вязать слева направо значит мы немножечко вот так оттянем эти две петельки и введем спицу слева направо и провяжем 2 вместе лицевой провязали у вас как и наклон вправо получился потом делаем накид лицевая накид теперь 2 вместе справа налево сводим спицу справа налево провязываем 2 вместе лицевой у нас как бы сместились петельки влево да так и все и повторяем так вот один раз провязали второй раз 1 2 изнаночных опять слева направо 2 оттягиваем 2 вместе лицевой накид лицо накид 2 вместе лицевой справа налево опять 2 изнаночные 2 вместе лицевой слева направо изнанка лицо ой накид накид лицо накид 2 вместе лицевой справа налево 2 изнанки 2 вместе лицевой слева направо 2 изнанки 2 вместе лицевой слева направо вводим накид лицо накид 2 вместе лицевой справа налево и последний раппорт 2 изнанки 2 вместе лицевой слева направо накид лицо накид 2 вместе лицевой справа налево и заканчиваем ряд 2 изнанки и кромочная тоже изнаночная так четвертый ряд мы вяжем так как смотрят петли то есть все вяжем по рисунку до конца ряда не забываем последнюю петельку кромочную провязывать изнаночной петли и так мы с вами провязали первые четыре ряда нашего рисунка нам эти ряды надо будет повторить еще 14 раз и так первый раз мы провязали и еще раз с этим повтором тогда будет 15 значит и того вы должны провязать 60 рядов вот именно таким рисунком так работаем дальше так мы с вами провязали этот рисунок 15 раз или по-другому 60 рядов вот что у нас с вами получилось и теперь переходим к вязанию дальше как мы будем вязать дальше я вам сейчас расскажу теперь следующий схем в принципе ничего не поменялось в плане вот этой части будет меняться только косичка поменяется направление и так первый ряд начинаем опять с кромочной 2 изнаночных 2 петли снять оставить перед работой там и за работой оставляйте при перед работой 2 петли провязать лицом потом провязать лицом с 2 снятые петельки затем будем перекрещивать в другую сторону 2 петли снять и оставить за работы 2 лицевые петли 2 лицевые петли 2 снятые лицевые петли петли а дальше как и вязали 6 раз будем повторять вот эту часть и так смотрите что мы делаем первая петелька кромочная мы ее снимаем 2 изнанки также как вязали теперь берем дополнительную спицу и оставляем 2 петли перед работой 2 лицевых провязываем лицом снятые петли следующие 2 петли мы снимаем и оставляем за работой провязываем 2 лицом затем 2 лицевых со снятые снятые с дополнительной спицы 2 изнаночных все по рисунку а дальше так же как и вязали 2 вместе лицевой слева накид лицо накид 2 вместе лицевой заводим спицу справа 2 изнаночных 2 вместе лицевой завели слева спицу накид 2 вместе лицевой завели спицу справа 2 изнаночных 2 вместе лицевой слева накид лицо накид 2 вместе лицевой спицу справа 2 изнаночных петли опять 2 вместе лицевой слева накид 2 вместе лицевой справа 2 изнаночных то есть мы эту часть повторяем также 6 раз как и вязали до этого и так до конца ряда вот пошел последний рапорт 2 вместе с левом расслаиваются немножечко накид лицо накид 2 вместе справа 2 изнаночных и последние изнаночные кромочные 1 ряд провязали 2 также вяжем по рисунку как смотрят петли так и провязываем весь второй ряд целиком накиды провязываем изнаночной петлей так вяжем 3 ряд 1 кромочная 2 изнаночных петли после этого 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 2 изнаночных аэропорт пойдем вязать так 5 лицевых 2 изнаночных опять 5 лицевых 2 изнаночных так как вы вязали первый ряд в предыдущем рисунке у нас только поменялась косичка вот здесь в начале ряда видите она изменила направление и в этом месте где она поменяла направление мы с вами для красоты потом пришьем пуговик пуговицу и так опять провязываем 5 лицевых 2 изнаночных и так до конца ряда не забываем кромочную провязывать изнаночной итак вот мы с вами провязали третий ряд четвертый ряд вяжем по рисунку не забываем накиды провязывать изнанкой и последнюю кромочную петельку тоже провязываем изнаночной петлей и так до конца ряда итак мы вяжем дальше продолжаем вязать начиная вот с первого ряда который только что я вам показала вяжем до тех пор пока у нас не получится с вами прямоугольник равный обхвату головы примерно если вы вяжете шапочку на объем головы 52 54 сантиметра то вам еще нужно будет провязать 100 рядов то есть всего 104 таким рисунком и плюс 60 мы уже провязали но примерно где-то 164 ряда но делайте скидку на то какими спицами вы вяжете какова у вас плотность вязания и конечно же какие нитки все здесь сугубо индивидуально поэтому лучше ориентироваться на то какова длина прямоугольника и как а каков объем головы то есть примеряйте и так мы с вами провязали 164 ряда и у нас получился вот такой прямоугольник если его измерить то получится следующее ширина прямоугольника у меня составила если его вот так растянуть можно отгладить немножечко примерно 21 22 сантиметра в ширину и в длину порядка 49 сантиметров теперь наша задача с вами его сшить и потом сформировать макушку сшивать мы будем по изнаночной стороне любому удобным для вас способом я буду шить трикотажным швом чтобы он был менее заметным постараюсь делать так совместить рисунок чтобы шов сзади был практически незаметен и так берем нитки иголку и начинаем шить обращаю ваше внимание что пришивание края важно очень совместить чтобы рисунок наш совпадал вот эти дорожки чтобы не было перекрещу смещение и так любым удобным для вас способом начинаем аккуратно сшивать вы наверное уже догадались я как сказала в начале видео что мы вяжем шапочку на пяти шестилетнего ребенка на объем головы 52 54 сантиметра вот у нас длина этого прямоугольника получилось порядка 49 сантиметров для того чтобы увеличить размер шапочки например на 56 размер вам нужно просто длиннее связать этот прямоугольник не померить чтобы он был равен обхвату вашей головы то же самое если вы хотите сделать меньше объем шапки значит вы должны прямоугольник связать покороче и также сами отрегулируйте ширину прямоугольник и так так до конца не торопясь мы сшиваем наш получившийся прямоугольник и так вот мы с вами аккуратно сшили нашу шапку и теперь наша задача сформировать с вами макушку для этого по изнанке мы с вами будем набирать петли и так обращаю ваше внимание косичку которую мы с вами вязали остается у нас внизу а по верху шапки за крайнюю часть петли и вот за петельку за краешек мы набираем петельки по краю итак собираем петли и так по краю шапочки я набрала 85 дальше мы с вами присоединяем нитку вот там где был у нас шовчик можно присоединить и начинаем провязывать первый ряд лицевыми петельками целый ряд провязываем лицу итак до конца ряда а вот со следующего ряда мы уже с вами начнем потихонечку убавлять петли в следующем ряду мы начинаем делать убавление мы каждую петельку провязываем по 2 вместе лицевой и тогда у нас уже с вами останется не 80 петель а 40 и так вместе лицевой 2 вместе за заднюю стенки 2 вместе лицевой цепить очень сложно так и так до конца ряда так как ниточка двойная к сожалению она расслаивается щепеливается вот что у вас получается вы потихонечку убавлять начинаете и так мы провязали до конца ряда по 2 вместе лицевой и дальше следующий ряд мы весь провязываем просто лицевыми петельками целиком лицо итак провязали целый ряд лицом следующий ряд мы опять провязываем по 2 вместе лицевой и так до конца ряда после этого нам с вами понадобится иголка с ниткой мы все оставшиеся петельки просто стянем на нитку довязали до конца ряда отрезали побольше ниточку вставили ее в иголку вставили ее в иголку со спиц вот так вот с одной спицы мы собрали и так с каждой спицы вот мы сняли с четырех спиц и теперь потуже стягиваем окошечку чтобы она не разъехалась я делаю еще следующее я просто зашиваю вот эту самую дырочку которая у нас с вами получилось еще разок чтобы было попрочней макушку у нас будет аккуратненько если мы вывернем посмотрим вот что у нас получается вот такая макушечка и так закрепляем ниточку обрезаем хвостики потом все надо подобрать крючком выворачиваем нашу шапочку вот что у нас получилось такая стянутая макушечка так теперь для оформления нашей шапочки понадобится еще нам с вами пришить вот здесь в углубление красивую пуговку сейчас мы это и сделаем так как я вязала шапку на девочку на возраст пяти шести лет можно сказать детская шапочка поэтому я и пуговку пришила соответственно возрасту итак вот такая шапочка у нас с вами ажурная шапочка бенни получилось если вам понравилось видео не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал вяжем красиво впереди у нас много интересного до встречи пока 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 Продолжение следует...